Госрегистру поручено до осени сформировать список избирателей. Данные о каждом сдавшем биометрические данные каргастанцы будут загружены в переносные компьютеры. Избиратель, как и прежде, может прийти на свой участок и, предъявив ID-карту или загранпаспорт, отдать свой голос, сдав перед этим обязательно биометрические данные. Мы защищаем каналы связи, через которые обрабатываются эти данные, или закрываем доступ извне, то есть, например, с интернета, чтобы даже если, например, человек не имел возможности прочитать и открыть эти данные, то есть даже если идет такой инцидент, тогда у него нет просто технических возможностей прочитать и посмотреть эти данные. Таким образом, мы практически исключаем все возможные, скажем, угрозы с точки зрения безопасности. Вы знаете, что сколько проходит этих выборов, и у нас всегда есть недовольные люди, и вообще все говорят, что там идет фальсификация, идет, что с одним паспортом голосуют несколько человек, ну, знаете, что там идет карусель и так далее. Вот для того, чтобы этого не было, чтобы люди уже знали, что один человек должен быть один голос давать, а не 10 голосов на выборах. Вот поэтому ввели и в биометрию. У нас очень либеральный закон, автором которого я сам являюсь. О политических партиях. Тут никаких барьеров, никаких трудностей не должно было возникать по созданию политических партий. Но с другой стороны, это не должно превращаться в хобби, понимаете, в массовое хобби, да, создание партии. Она ничего хорошего не дает, это нам уже про прошедшие практики показало. И поэтому, конечно, было бы идеально, если бы естественным путем сами партии осознали бы свою перспективу, да, и трезво оценив свои возможности, пошла бы процесс укропнения естественным образом. Но, увы, этого не происходит. Наоборот, и сегодня создают все новые и новые партии. В 2010 году, когда были выборы парламента, вот в этот, тогда был залог очень маленький, и они все шли. И вот эти мелкие партии, которые не имеют так хорошего электората, они все вместе еле заняли 1% проголосовавших. Но это же мизер по всей нашей стране. Поэтому и сами партии, мне кажется, сами тоже к этому шли, о том, чтобы укропнялись, был свой электорат. И когда крупные партии имеют свой электорат, они, естественно, имеют свои деньги. Сдача биометрики началась в августе прошлого года. За это время данные сдали около 2,5 миллионов из 5 миллионов 800 тысяч граждан. Парламентские выборы пройдут в ноябре. До этого эксперты советуют каждому каргызстанцу проверить свою фамилию в избирательном списке.